Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пчук. Перед посмотом поставьте лайком, да, со всеми уборщиками для вас. Видео сегодня кратце гадание, все что я скажу, естественно, мои домыслы фантазии. Вот, что ждет Россию, так сказать, если снова Путин на выборах выиграет, так сказать, да, кандидатуру его. Потому что здесь мы видим по ровной линии, как раз он хочет все равно выбираться, потому что держится за бабло. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что народа практически нет, то есть его просто утилизируют, конкретно просто мужской и женский пол просто утилизируют. То есть, значит, в 24-м году, как и Цейсы Путина выберут, все уничтожится, то есть полностью, подчистую, масштабно, уже насильственно. Уже не будут войнушками пугать кого-то особо, да, то есть, но мобилизация будет бесконечна. Видите, она бесконечно идет. То есть, власть хочет этого. Дальше мы видим, у народа какая-то будет возможность, возможно, какие-то женщины проснутся, может, жены мобилизованных будут защищать, как бы, свои права отстаивать. Но кто-то просто поверит пропаганде и пойдет на утиль, то есть, дальше на смерть пойдет. Также обострение искусственных болезней. То есть, людей будут манипулировать или заражать специально болезнями какими-то. Вот. То есть, ничего такого хорошего мы не видим. Также еще искусственное лечение. Что-то внедрение он хочет сделать. Прям сам хочет это, чтобы делали все люди. Искусственное внедрение. Также мы видим расширение, как говорится, чужих границ. Будем это объяснить. Когда расширение вот в этой стороне тут происходит, это как раз, точнее, кость вот эта выпадывает. Это как раз то, что будут просто забирать, по-русски сказать, у России землю. Он будет отдавать кому-то землю масштабно. Или отдавать полностью России. То есть, это расширение. Все больше и больше кто-то поглощает. Может, Китай, может, кто-то еще поглощает. Ну, тут сторонние войны. То есть, Россия еще ввяжется в три войнушки. Даже в четыре, наверное, да. В четыре войнушки ввяжется. Шансов тут нет. Видишь, все ракушки у нас женские. То есть, получается то, что рассчитано будет спасение России только на женщин. То есть, только женщины смогут что-то сделать. А так, видите, народ просто выкинут. Он не нужен в России. Его просто выкидывают. Вот. Цены как росли, так и будут расти. Для выборов они, конечно же, изменятся. Но на выборах будет фальшивка. То есть, видите, кубики фальшивки выпали как раз. То есть, это будет обман какой-то. Причем выгодный. И цена нарисует, да, наверное, так будет. Но здесь в данный момент ничего такого хорошего нет. Если вы не будете свои мозги включать и смотреть, что вас сдурят везде, то, конечно же, как говорится, вы проснетесь вовремя. То есть, выход будет. Но власть боится, что народ выйдет. Видите? Потому что власти нужно, чтобы народ утилизировался полностью. Полностью всей страной. Полностью. Видите? То есть, задача полностью утилизировать народ. Нет задачи. Причем это как и России, так и Украины выпадает тоже самое. Одинаковый план. Утилизация народа полностью. Вот. Задача, чтобы его не было. Любыми способами. Плюс тут еще одно. Когда выпадает, как говорится, вот этот камень, точнее, он у меня, когда здесь, на данной доске гадательной, это значит, что повышение радиации. Возможно, вокруг народа радиация или продукты радиоактивные. Но народ этого не замечает. Понимаете? То есть, как было, так и происходит все дальше. То есть, ничего после выборов особо хорошего Путина не ждет. То есть, он специально, намеренно это делает. Видите? Он намеренно провоцирует. Намеренно агрессия, чтобы в народе было. Намеренные убийства. Намеренное все. Причем тут мафия. Банды, малолетние банды, мы видим, обостряются все больше и больше. Так что, ничего хорошего тут нету, как говорится. Всем удачи. Субъектом был Александр Печуевс. Ставьте лайк, комментируйте, постик. Как говорится, включайте свои мозги и думайте уже своими мозгами, а не чужим мнением из интернета. Удачи!